Выглядит превосходно. Готовит с умом. Ассалам алейкум, уважаемые телезрители. Мне очень приятно, что вы все собрались сегодня у экранов телевизоров. Наверняка вы знаете таких чемпионов мира, как Хабиб, Абдурашид, Шахсалам. Но кто из этой троицы сегодня пришел к нам в гости, мы сейчас проверим. Итак, вот наши сегодняшние гости. Мне осталось разобраться, где Шахсалам, где Тайбад. Ну, судя по медалям, Шахсалам у нас справа, а слева у нас Тайбад. Как добрались? Как обычно, хорошо. Никаких пробок, минут по Люксембургу. Я сразу хотел бы отметить то, что на мне медаль чемпиона мира по кондитерскому. Правильно я говорю? Мастерству? Ну да. Вот, это не моя медаль, несмотря на то, что я должен был ее получить. Учитывая, сколько сладкого я сверил, сколько выпуска в галерее вкусов я уже провел. Но, к сожалению, эта медаль... Нет, почему к сожалению? К счастью. Эту медаль выиграла дагестанка, россиянка, наша очаровательная гостья, которая не в первый раз пришла, супруга моего одноклассника и хорошего друга Руслана Шахсалам. Я тебя поздравляю. Я немножко поношу ее, можно? Чуть-чуть засыпать. Даже не немножко. Говорят, что если медаль по кондитерскому мастерству на сегодняшний, можешь за час похудеть. Три килограмма набрать. Три килограмма скинуть. Скинуть. Вот, наоборот, скинуть. В ней, когда кушаешь, калорий не набирать. Рассказывайте мне, что вы сегодня нам будете готовить. Сегодня мы будем готовить такую вот сдобную вкусняшку, называется Синагон. В чем особенность? Особенность в том, что ее можно приготовить дома, без особых таких сложных ингредиентов. И сейчас это очень популярно в кофейниках, в подобных заведениях. Часто можно встретить, а приготовить несложно. Интересно и вкусно. Ну, главное, что вкусно. И моя любимая. Тайбат, ты пробовала уже? Это мой любимый пирожник. Просто по-другому он не соглашался мне. Так, у меня сразу вопрос. В каких числах в Люксембурге проходил чемпионат? 24 по 28. Я вот что хотел бы сказать. В этих числах я был в Люксембурге под Кизляром. Там не было никакого чемпионата мира. Что происходит? Ты немножко ошибся. Тебе надо было в гугл-картах. Тебе неправильно дорогу показали. Я просто, когда вы выехали в Люксембург, очень переживал, что вы перебудаете и заедете не в тот Люксембург. Мы же с твоим другом ехали. Все, да. Вот это меня успокаивало. Руслан, спасибо тебе большое. В какой-то степени, как минимум, красную ленточку от этой медали. И ты заслужил 50%. Но об этом мы еще сегодня поговорим. Давайте приступать к приготовлению вашего десертного интересного блюда. Так, нам надо побить яйца и соединить их с сахаром. Так, мы, значит, сперва бьем яйца, соединяем их с сахаром. Белок желток отделяет. И отдельно уже я могу здесь попросить. Я могу же вас отвлекать вопросами, правильно? Прежде чем начну, хотелось бы еще раз, уважаемые телезрители, напомнить вам о том, что партнером галереи вкусов является компания LG. Я, если честно, очень люблю, когда именно эта компания бывает в партнерах галереи вкусов. Во-первых, потрясающие подарки, которые я очень люблю вручать наших гостях. Во-вторых, техника, которой мы пользуемся, вообще без нареканий, уникальна. Вся линейка LG Представим, мы здесь, в торговом доме Криву, в доме, в котором есть абсолютно все для вашей семьи. Но сегодня в очередной раз я хочу обратить ваше внимание на телевизор серии OLED, на который, когда я смотрю, у меня такое ощущение, что глаза по-настоящему отдыхают. Толщина телевизора, он тоньше, в общем, чем мой телефон, понимаете? Если бы он еще был компактный, я вообще мог бы его носить в кармане. Но в данном случае, вот он на стене, выдает нам потрясающую картинку. И как вам, кстати? Это первое, на что я внимание обратила, очень красивая, шикарная картинка. Это также первое, что я бы хотел сейчас в Киргу приобрести. Я тоже. Наверное, да, да, еще пару выпусков, и как раз телевизор окажется у меня дома. Так, рассказывайте мне, как путешествие в Люксембург проходило? Вы поехали на машине. Ой, да. Даже? Не было проблем с пересечением границ? Самый важный вопрос. Если честно, таких проблем, как по дорогах в России, больше нигде не было. Вот как только территория России проедет, там абсолютно... А какие проблемы в России? Дорога? У нас, да, естественно. Очень интересно, честно, наверное, не на передаче будет сказано, но я реально... У меня мама пэтчворком занималась одно время. Это пэтчворк называется, лоскутное одеяло. Когда ты из кусочков... Вот один момент мы ехали, и дорога была именно такая. Она была вот из таких каких-то кусочков, и мне реально напомнило вот это одеяло. Я говорю, ручка, смотри, он сам настоящий пэтчворк, он говорит, это правда, это наши дороги. Мы так и ехали, было очень весело. Тайбак не взяли со мной? Нет, она вообще... Как мы ее с собой заберем? Она наша вторая мама. Мы же с ней как бы одинаковыми. У нас дети... А вот дети отличают, да? Нет? Конечно, у меня жена расскажет, что ей больше любят, чем меня. Потому что она чаще бывает с ними, чем я. И у дочки, и у сына тоже здесь был такой прикол. Они всем говорили, у тебя одна мама? Да. А у меня две. Одна мама мама, а другая мама Яя. Вот они ее так называют. Она у них мама Яя. Она с нами никогда в жизни никуда не хочет ездить. Даже вот в скором времени, через два года будут Олимпийские игры кондитерские. Мы уже хотим... В скором времени. В скором времени. Чуть есть время отдохнуть. В 2024-м. Ну дай бог, в общем, да? И мы планируем на них поехать. И уже... Уже Тайбак возьмете, детей возьмете? Хотели взять ее с собой. А она уже, ну, говорит, нет, Аделя будет в школе, первый класс. И я никуда с вами не поеду. Езжайте куда хотите сами. Я буду здесь не дома. Тайбак, у меня тоже есть дети. Я тоже хотел выехать. Может, ты как-нибудь договорись? Может. Можете к нам приводить, будем вместе все. Напомните, сколько лет вашим? Девочки пять, мальчику десять. То есть мальчик уже в школе. Да, третий класс. Да, мальчик уже, наверное, у него есть какие-то свои интересы. Ой. Он у нас увлекается компьютером и лепкой – это его основные пристрастия. Итак, представляю вашему вниманию встраиваемую индукционную варочную панель от компании LG с функцией Power Boost, которая позволяет быстрее нагреть все включенные зоны до определенной температуры, тем самым позволяя сэкономить время. Интеллектуальная пауза позволяет снизить мощность нагрева всех работающих индукционных зон до минимума, а после ее отключения вернуться к исходной мощности, чтобы продолжить приготовление. Если по истечению 30 минут пауза не будет выключена, варочная панель отключится автоматически. Так, у меня вопрос. Как легко вы добрались до Люксембурга? Да, то есть дороги понятны в России, а вот в Европе все ли складывалось у вас хорошо? Честно говоря, да, никаких проблем не было. Мы просто прошли польскую границу, полностью машину нож посмотрели и пустили нас. И все, и вперед. Какой автомобиль был у вас? Калина. Как там вы называете? Лада Калина. Универсальный лист? Универсальный. Универсальный багажник. Нам нужен был большой... У нас в чем была проблема? У нас была огромная работа, а везти ее в самолете в багажное отделение, там же конденсат, а мастика сама по себе это сахар. Расскажи вообще, а большой размер это что? Ну, чтобы телезрители поняли, полтора метра это торт, чтобы вы понимали. Он был разделен на две детали. Его целиком уже везут готовыми, да? Мы его разделили на две детали и положили в две коробки. То есть сам торт вы готовите дома, дизайн? Это даже не торт. Это, знаешь, это композиция из съедобного продукта. Это не торт, потому что торт, он подборки с кремом. Саму композицию вы готовите дома? Да. Дома готовите и привозите уже там просто соединяете две части и все. Ну, там были моменты, которые в гостинице я доделывала совсем так и декоративно, которые по дороге были. То есть, получается, Шахсал, ты можешь сделать, если у тебя вдруг не получается поехать на чемпионат дома эту композицию и отправить Тайбат, и она может приехать, заединить и сказать, я как бы все сделала. Серьезно? Конечно. Все так и делать? А, между прочим, мы так и делали. Когда в школе учились, она часто за меня отвечала, я за ее. Серьезно? Вы часто пользовались? Да, конечно. Мы предметы делили пополам. Она учила одни предметы, я другие, и мы сдавали друг за дружки. Я в детстве носила очки. Я передавала ей очки через одноклассники, она одевала мои очки, отвечала мне с теми. А одежда одинаковая была. А потом обратно возвращала мне очки, как ничего не бывало, отвечала за себя. Потом я тоже так же отвечала за нее и за себя. Даже дошла до того, что однажды нашли по литературе, доказывала ей, что она это не она, а что на самом деле она это я. И уже до того дошла, говорит, я сейчас маму вашу вызову, я спрошу у нее, кто из вас кто. А помимо послешкольных лет осталось вот этой традиции? Не было необходимости. Не было? То есть ни разу ни на чемпионате по кондитерскому, ни там, я не знаю. А, когда мы делали документы, правда, я была в отъезде, у меня был мастер-класс выездной. И когда мы делали визу... Интересно сейчас послушать, люди, которые эту визу сделали. Да, да, да. Которые столько проблем нам с ней сделали. Когда мы делали визу, она пришла вместо меня, там, какой-то документ надо было забирать. Ну, они с Русиками пришли вдвоем без меня. Я зовут визу, да. То есть вообще жизнь, я вам говорю, не жизнь, а малина. А когда мы идем покупать вещи, она мерит, а я смотрю со стороны. А, да. Да. Это самое удобное. А не может быть у вас, что одна поправилась, другая нет? Почти одинаково нет. Всегда? Да. То есть тоже надо... Плюс-минус 2 килограмм. Мама, ну что ты, нельзя было, что ли, еще одном султановне? Ну, вот наш брат так практически и говорит. Почему ты мне двойняшку, близняшку не родила? Все, я уже закончила. А нет такого, что, допустим, в детстве вам одинаковые вещи покупали? Ну... То есть вообще не разделяли? Нет. Был какой-то период, когда что-то пошло раздельно, и кто-то чем-то был недоволен из вас? Нет, мы сами захотели одеваться по-разному. Мы просто, у нас были одинаковые вещи, но мы одевались, как хотели. Так, чтобы не было обидно одно и другое, что вот у нее есть, у меня нет. Поэтому только одинаковые вещи. Мы даже игрушки дарили одинаково. Серьезно? Да. А в какой момент вы поняли, что Тайбат станет дизайнером, а Шоссаланс будет кондитером? Совершенно случайно. Мы учились вместе, специальность у нас общая. Неудобнее было вместе вот так продолжить? Мы вместе работали, было очень хорошо, удобно. Но это так сложились обстоятельства, что сейчас я не могу ее в свою сферу тянуть. Ей неинтересно, а она не может меня в свою, и нам обеим там комфортно. Расскажи, пожалуйста, поподробнее дизайнер чего-то. Я по текстилю занимаюсь шторами. То есть вы создаете шторами? Да, у нас студия. Потому что вы друг от друга недалеко ушли. Она рисует на тортиках, грубо говоря, а ты на... Ну, я на бумаге эскизы рисую перед тем, как оформить там заказы. А обязательно хорошо мне это рисовать, чтобы это все было? Ну, желательно. Конечно, желательно. То есть вы, в принципе, можете подарок и какой-нибудь рисунок нарисовать? Так. А вы не соревновались, кто лучше рисует? Не, ну... Честно, знаете, как было? Она больше... Я больше практикой занималась. Она живописью, рисунком. У нее вот... Лепить я не умею, как она. Мне не хватает терпения. И рисовать она тоже... Ну, мне кажется. Она говорит, нет, мне кажется, она лучше рисует. Это неправда. Я больше шила одежду, а нарисовала. То есть там мы тоже чуть поделились. Короче, я этот... Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить. Будем жить. Я, короче, рисовала, а Таишка делала. Я удобно устроилась. Да. А сегодня можно любые, вообще любые, любые, любые дизайны придумать, да? Да. То есть я сам могу прийти и сказать, я хочу, чтобы у меня шторы были, когда соединяются, как вход в пещеру, как говорят. Можно и такое сделать без проблем. Каких только клиентов, скажи. Можно и именные шторы сделать, и с рисунком. А можно так, чтобы моя фотка была, да? Можно, конечно. Соединили, я удаваю. И там лицо разъединили. Разъединили, я хмурюсь. Да, да. То есть что угодно можно. Можно абсолютно все. Ничего себе. Я не знал, у меня дома белые всю жизнь. У них очень вообще креативная контора, они вместе с подружками вчетвером, как бы у них такой дизайнерский альянс. Они открыли вместе студию. И очень так. А у тебя есть кулинарное, да, кондитерское? Образование? Нет, не образование. Где я работаю? Да, да, какая-то школа или где-то там... Да, у меня есть класс, где я провожу занятия, набираю группы, провожу занятия, мастер-классы. Мастер-классы, вот. То есть можно к тебе записаться и... Обычно так и делается. Я выставляю объявления, набори группы, и девочки записываются, и я к тебе провожу занятия. Мне вообще, знаете, что нравится? Здесь пришли в этих костюмах с медалями, в фартухах, не нарезают ничего, не жарят, не парят, ничего не делают. Мешаем. Да, стоят, размешивают чего-то там в конце, это все возьмут куда-нибудь, кинут на сковороду, пожарят, и это будет очень вкусно, и все. Вот тебе, пожалуйста. Не, мы жарить даже не будем. Когда профессионалы приходят, ты ждешь от них каких-то сверх-новоротков, вот тут все так максимально просто. Так же просто, как и с техникой от компании Алжи. Очень проста в обращении, но при этом оставляет массу эмоций. В данном случае телевизор полет, который у нас в студии здесь повесили, который меня постоянно отвлекает, когда я смотрю на гостей, мне все время хочется перевести свой взор на этот телевизор. Но я дождусь того периода, когда вы будете висеть у меня дома, а я думаю, немного времени осталось, вам того же желаю, уважаемые телезрители. Приходите в торговый дом Киргут, дом, в котором есть абсолютно все для вашей семьи. Приобретайте все, что вам необходимо из линейки Алжи, любую технику, пользуйтесь на здоровье. А мы ненадолго прерываемся совсем скоро, мы к вам вернемся и продолжим висеть тесто, да, я так понимаю, да? Да, право. Субтитры сделал DimaTorzok LG OLED TV Теперь с интеллектуальным процессором Альфа-9 Технологии совершенного цвета Мы вернулись в студию галереи вкусов, мы продолжаем. Если честно, вот сейчас кофе-брейк у нас, но я бы хотел, чтобы кофе-брейк, конечно, был в конце, вот, чтобы уже с приготовленным, как назывался это блюдо? Синабон Синабоном кофе выпить, тем более это кофе от кофейни Family, ароматный, самый ароматный кофейня Family находится на первом этаже торгового дома Киргу, там можно посидеть, выпить не только кофе, но и другие напитки, попробовать очень вкусные блюда. И все это можно сделать, хотите все семьи, хотите, пришли, не знаете, между двух кухонь какую выбрать, или два телевизора от LG, и не знаете, какой из них ваш, сидите, кушайте, думайте, определяйтесь, принимайте решение, вы же, в свою очередь, пока можете просто выпить кофе, вот, и ответить на пару моих вопросов. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то напитки, которые, ну, вот, вы бы рекомендовали именно там, я не знаю, с десертами? О, с десертами? Потому что, вот, мне кажется, что с кофе, например, ну, мне не едут десерты, мне обязательно, чтобы чай был. Как раз Синабон с кофе подходит. Серьезно? Да, а вот чай, например, я очень люблю турецкие сладости, вот, баклаву. А, то есть турецкие, почему? Но ее без чая, она очень вкусная, ее без чая. У нас притерная? Нет. Вот неправильная, значит, провода, она очень вкусная. Если правильно приготовленная... А где я могу правильно приготовленную, папа, у кого я спрашиваю? У кого я спрашиваю? У кого я спрашиваю? Просто у нас так принято, что во многих кондитерских по незнанию добавляют и в тесто, и в начинку сахар, и потом еще плюс сироп. А правильно ее готовить по-другому, там сахара нигде нет, только сироп. Поэтому за счет сиропа она только сладостями, а когда-то ее с крепким чаем. Это как раз то, что с чаем очень хорошо. Приготовь нам правильную, мы будем пить. Да, мы готовы попробовать правильную. Мы готовы даже тебе еще раз пригласить на галерею. Будешь готовить боковую. Попробовать правильно. Что я для этого должна сделать? Олимпийскую медаль? Да, выиграй уже олимпийскую. Через два года. Это уже как по традиции. Да, уже просто по борьбе выиграли. Я думаю, что это мне больше принесется каких-то там... Вот, я хотел тебя спросить, скажи, пожалуйста, как тебя встречали в Дагестане, победительницу чемпионата мира, приору подарили? Мы ее хорошо встретили. Они меня хорошо встретили с шариками, фейерверками. То есть в новостях же говорили об этом, везде, в инстаграме. То есть никакой реакции в итоге не последовало? Нет. Как вы думаете, с чем связано вот это повальное желание поздравлять спортсменов, но все остальные победы как-то они проходят стороной? Ну, я не знаю, наверное, потому что... Может, по незнанию, может быть. У нас просто так привыкли, наверное, что у нас, кроме борьбов, у кого нет, борцы, и там, я не знаю, не разбираюсь с этим. Я же знаю, что ответить, но почему-то это никому не интересно. Нет, мне не было бидно, я ходила домой. Обидно было всем моим родным, особенно мне маме. Она такая у меня патриотка бесконечная. И почему-то она вот мне... Ну, тебе позвонили, ну, тебе хоть что-нибудь написали, какую-то грамоту тебе дали. Я уже думаю, самой, что ли, себе эту грамоту напечатать, чтобы ей принести... Ну, почему-то вот так. Хорошо. Я думаю, наш телеканал постарается... ...грамоту мне сляпать. Вы напечатаете грамоту от нашего телеканала. Итак, я хочу сыграть с вами в одну игру Итак, пусть бирюзовая ложка Это будет тайбат Улыбающаяся это Шахсалан Так как она приехала с чемпионата мира Счастливая, все И даже то, что ее не встречали Как это положено Тебе испортило настроение Поэтому тебе достается просто ложка Сейчас я задаю вам вопрос Например, кто больше ест И ты поднимаешь Если Шахсалан желтую Если бирюзовую, то Это тайбат Итак, первый вопрос Кто вот так с детства повелось Из двух близняшек главней Не подсматривайте, поднимайте Кто вот короче Такой более Оказывающий давление на второго На второго Пожалуйста То есть взаимно Взаимоконтрольный Она диктатор Нет Кто чаще попадает в забавные ситуации Из-за сходства Ах да, я говорю Например, одну из историй можно? У них так много Мне неудобно рассказывать Они совсем не такие Ну, в смысле Забавные истории Со сходством Я не знаю А такие забавные Вообще Я часто в детстве падала Во всякие лужи Во всякие люки И говорила, что это так Я расскажу историю Забавную Связанную со сходством Меня в садике Из-за нее побили Это правда Она пошла Мальчика ударила Воспитательница Подумала, что я это она И пришла И меня наказала И за ухо подергала Я кричу Это не я А вы можете кредит брать Друг на друга Можем Я Восемоконтрольный Но не будем Скажите, пожалуйста Кто чаще бывает в кирбу И приходится за покупками? Кто Больший фанат Торгового дома? Почему так получилось? А если вместе пришли Кто обычно? За кем последнее слово При покупке? Ну мы решаем У нас почти одинаковые У нас мнения сходятся Часть Это с какого? С киргусвит? Да? Павел очень Нет Нет, до этого тоже Мы ходили всегда в киргу Здесь посуда хорошая Мы мебель здесь покупали Для своего салона Вопрос Кто с детства Из вас более вредный? Ну и что? Да нет, она не вредна Почему вы друг на друга валите? А чтобы потом она не обидела Что я про нее не сказала Ладно, никто на себя не берет Ладно, я Нет, подожди А кто же признает, что он вредный? Нет, она не Сейчас вы обе вредные Вы заметили? Хорошо, такой вопрос Кто более креативный? Ой, ну здесь можете обняться Обняться мы будем Заканчиваем обнимашки Возвращаемся к приготовлению Вот этого блюда Самое время рассказать вам О холодильнике от компании LG Выполнен из текстурированной стали На которой не остается отпечатков пальцев Внутри Также нержавеющая сталь Что намного более гигиенична Достать из этого холодильника Нужные вам продукты Можно не открывая полностью сам холодильник Через дополнительную дверцу Встроенную в основную Функция называется door-in-door Отделение это позволяет вам Экономить электроэнергию Ведь через дополнительную дверь Выходит намного меньше холодного воздуха Чем при открывании основной А еще на этой самой двери Есть тонированное стекло InstaView Если постучать по нему Оно становится прозрачным И вы сможете увидеть, что внутри Не открывая дверцу Результат ни градуса прохлады Не выйдет наружу В холодильном отделении Холодильника LG Встроен фильтр Hygien Fresh Plus Который предотвращает Появление бактерий И неприятных запахов Тем самым Продлевая свежесть продуктов Надолго Вот такой Замечательный холодильник От компании LG Вы где-то учились Вы говорили Что вы вместе Давай ты расскажи На одном факультете учились Да, мы учились В Дагестанском художественном училище Имени Джамала То есть там могут так научить Что вот прям вот Такие чемпионы получаются В ее случае Я считаю, что это работа над собой В основном Учились мы В Дагестанском художественном училище Там, конечно Нам дали образование художественное Но это ее Допустим У нас одинаковая специальность Но она этим так Просто заболела Вот ей просто захотелось И она просто уже не могла остановиться И вперед как колесо Вот так вот Со скоростью света А когда поступали Кем хотели стать? А у нас специальность Художники-модельеры То есть вы хотели Мы хотели, да Одежду? Да, мы хотели заниматься одеждой А сейчас уже все поздно Ну, в принципе, я рядом с этим Не возникает желание? Ну, мы шьем Что-либо там, я знаю, кокта и штор Плащ, плащ и штор Идей много, да Сделайте что-то Первый в мире плащ и штор То есть ты Шторный плащ Да, да, да Ох, дождь Пошел, штор снял, одел, вышел В город Нельзя так? Можно попробовать У меня вопрос В прошлый раз, Шаксалану Вы пришли с Русланом Да Это звездная болезнь Почему он после того, как вы выиграли чемпионат мира Он не пришел Не пришел Нет, он просто сказал, что я там уже два раза буду, что Ну, как делать Ну, вообще Он встанет очень просто Он еще никак не отдохнет Сколько он уже отдохнет? Ну, как Мы почти неделю с лишним как приехали Да, и все равно он не отдохнет? Не, ну он пару раз на работу входил Потому что его сотрудники тоже Соскучились очень Вот А так он так Не насидится все никак в доме С детьми он просто Ну, что запомнил Представляете, полмесяца в дороге за рулем сидел Вы попробовали что-то необычное? Такое, что запомнил А, ну, из беды Он всегда так делает Когда куда-то ездишь, хочется попробовать Ну, я скажу, например, вот с кондитеркой у них большие проблемы А у них совершенно Вот в Германии более-менее Мы как, мы в Люксембурге побыли Вообще есть какая-то кондитерка, которая сегодня свалится с дагестанской? Честно говоря, вот Мне кажется, флористы, кондитеры Ушли на такой уровень У нас в Дагестане Да, честно говоря, в Махачкаре Сладости, кондитерская И вообще, как у нас это разница? Все, что связано со свадебным бизнесом Я вот так и расскажу Уважаемые телезрители Вы знаете, в чем особенность Дагестана? Не только кондитеры и флористы И все остальные вышли на мировой уровень На мировой уровень вышел и торговый дом Киргув В котором эксклюзивный телевизор OLED Вот он у нас в студии висит Вы можете не просто наблюдать эту потрясающую картинку Но и приобрести этот телевизор с ядомой И получать удовольствие от просмотра тех или иных передач, фильмов А главное, галереи вкусов На которой сегодня у нас чемпионка мира по кулинарному мастерству Как правильно вообще говорить? Кондитер Кондитер Кулинария это же все другое Кондитер, чемпион мира Шахсалан Без Руслана Без своего водителя, так скажем, личного Ну нет, он не только мой водитель А медаль, он не сделал тебе еще медаль настоящую? Слушайте, это как-то кто-то мне даже директ написал Типа шутки такой, что типа ей муж себе медали шлепает Они у нее не настоящие Пока не делал, он мне вот что сделал Киргусвит, это был кондитерский чемпионат здесь Но тогда ты была в качестве судейства Самое первое судейство получается После этого ты уехала и стала чемпионом мира Это много руки Я согласна ЛГОЛЕД ТВ Теперь с интеллектуальным процессором Альфа-9 ТЕХНОЛОГИИ СОВЕРШЕННОГО ЦВЕТА Наверняка был какой-нибудь забавный случай в дороге Есть, наверное, что рассказать? Можно что-нибудь интересное? Вот был бы Русик, было бы, конечно, интересно Но да, интересная ситуация была Что-таки вы ехали на колене? Все-таки без смешных ситуаций Она нас не подвела Он вот перед отъездом уже настолько чересчур Прям во всем такой скрупулозный Он ее прям вот напичкал Проверил, перепроверил все, что может там поменял Но одну такую маленькую деталь Как вынесли, маленькое диск сцепления Он сказал, можете не трогать все по-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот А коробка перестала работать Если мы остановимся, в общем, дальше уже мы только с толчка Толкать некому А теперь мы едем и высматриваем Он, в общем, взорвем, а я смотрю в окно Где написано там тех, как-нибудь Тех центров, что-то такое, да Подъехали к нему, остановиться не можем Ведь там один мужчина стоял у входа И муж открывает, ну, Русик открывает окошко И кричит ему, брат, спроси Он так смотрит и не понимает Мы опять убежаем его вокруг, потому что остается не можем Теперь он вторую распускает, он говорит, спроси, есть ли дисциплина Теперь этот мужчина уже на третий круг за нами бежит То есть вы вокруг ездите? Да, мы не можем остановиться Он не может понять, что нам от него нужно В итоге он за нами бежал, мы ему объяснили, что мы хотим Пока он зашел в магазин и все это узнал Мы продолжали наворачивать круги Вот где вы 10 тысяч накрутили В итоге он выходит с магазина, опять же бежит за нами Говорит, там есть, только нужно остановиться Я представила, как он бежит за вами Это было так смешно Вы как-то его поблагодарили? Конечно Мы починили все, что нам нужно Его тоже поблагодарили Мы его угостили У нас были с собой всякие вкусняшки Починили машину и перхали Это на территорию России? Да, нам повезло, что это не в Европе случилось А то точно пришлось бы родственникам звонить Ну что ж, уважаемые телезрители Вот такая интересная история Поэтому если у вас отечественные автомобили Вы собрались в дальнее путешествие Обязательно проверьте диск сцепления Мы же в свою очередь уже сейчас скоро закончим Это десертное блюдо И уже будем его пробовать Поэтому ни в коем случае не переключайтесь Мы вернули в студию галереи вкусов У нас здесь практически все готово Последний штрих Я правильно понимаю, что Солан? А тайба будет это делать Что мы сейчас просто сверху крем Я его попробовал Рассказывай, ты же готовил За эфиром Взбитые сливки Холодные Как я поняла, да, Жаня? Первый раз взбивала, я не делала такое еще никогда С пудрой и ванилию С пудрой и ванилию, да И что его такое получается? И вот такая густая штучка получается, да Я попробовал очень вкусно Она очень воздушная, вкусная Да, я привык вот эти взбитые крема Ну, это животные сливки, не растительные Ну, я так и понял Они лаяли, когда вы их взбивали Мычали Бекали Столько вариантов Можно уже пробовать? Или мы сейчас должны Да, 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 сейчас положим на тарелочку Они очень горячие Это надо делать именно на горячий синабон А можно ли тарелку, вилку там Все, можно Значит так, уважаемые телезрители Чемпионка мира По кондитерскому мастерству Приготовила сейчас что-то вкусное Десерт Я сейчас буду пробовать Горячо Точно горячо? Очень мясо Так, я скоро еще раз крем попробую Если не моржает А можно я просто крем поимы? Так Интересно Вы вообще, как считаете, получилось, как вы планировали? Да, печка хорошая Быстренько все сделает Печка LG Духовой шкаф от компании LG Так же, как и телевизор, о котором я неоднократно рассказывал Вам, уважаемые телезрители Я уже сама хочу это У него есть искусственный интеллект Который Просто там кнопка есть на кузе Нажимаешь и говоришь А ну-ка, мне вот рецепт Как назывался это? Синабон Рецепт синабона И все И он вам задает Причем в видеоверсии, где все показывают Все, скорее всего, в галереи вузов может быть Так, я пробую Один кусок Дай еще салфетки С собой заберем? Где эта золотая медаль? Снизу Я хочу снова ее вручить Я думал оставить эту золотую медаль себе Но Она ваша А вдруг и ее Закрым Подождите, кто из ваших шахсалан еще из двух Я Шахсалан, Тайбад, да? Все правильно? Или наоборот? Что происходит вообще? Я что-то с концу передачи уже... Это шахсалан, ладно Я шахсалан, да Верните медаль Мы вручаем вам эту медаль И спасибо По праву вы лично нас доказали То, что действительно Все равно очень приятно Да Но в отличие от Люксембурга Торговом доме Киргу Дают подарки Вам будут дарить подарок Как чемпиона мира От компании ЛЖИ Я же поэтому прихожу сюда же третий От торгового доме Киргу Мы хотим вручить вам Вот эту микроволновую печь Чтобы вы теперь Готовили Радовали нас Еще больше Более интересными Кондитерскими Изощренными блюдами Получится что-нибудь Вообще необычное? Да В микроволновке Очень много всего фондана Серьезно? Да Хорошо У меня есть дома любители фондана Маленькие С которыми я обязательно Загляну к вам в гости И попробую фондан Приготовленный в микроволновой печи От компании ЛЖИ Если можно Несколько слов в адрес наших телезрителей Ну что я могу сказать Киргу как всегда В своем репертуаре Приятно радую Как не то что некоторые Всем большое спасибо Здесь как всегда было весело Интересно А тебе? Мне телевизор понравился И очень вкусный Синабон Всех похвалили И Киргу И ЛЖИ И самих себя Молодцы Ну что ж Уважаемые телезрители Я не прощаюсь с вами Я говорю вам до свидания На новой неделе Уже новые блюда Новые гости Новые интересные диалоги До новых встреч Кухня Сердце вашего дома Деликатная Элегантная Стильная Сохраняющая свежесть продуктов Встраиваем